Открытый диалог. Новый формат встреч главы Чувашии со студентами вузов республики. На этот раз Михаил Игнатьев побывал в Чувашской сельскохозяйственной академии. Рад, что если есть и в ЗИИ, если будет и рентген, и лаборатория, это все в одном месте, это прекрасно. А то, знаете, в одном месте только рентген, и в другом месте только лаборатория есть. А вот так, чтобы все вместе, в одном месте, и как-то было комплексно, это очень хорошо. От четырех лапых пациентов нет отбоя. Клиника «Усы-Лап и Хвост» работает на базе учебно-практического центра факультета ветеринарной медицины и зоотехники. Здесь студенты старших курсов проходят практику, а младших следят за ходом операций из учебных аудиторий. В клинике внедрили технологии телемедицины, а вот здесь проводят исследования. Здесь у нас учебная зона, здесь ординаторская. Александр, что значит? Ажель, студент, лаборатор. Кровь проверяют уже в этой лаборатории в помощь новое и современное оборудование. Студенты проводят полный перечень исследований, так они узнают о причинах и механизмах развития болезни крови и учатся диагностировать заболевания. В академии реализуются международные программы. Ирина Дубова полгода училась в Германии по программе «Аграрный менеджмент». Решила вернуться, чтобы принести свой опыт в развитие нашего сельского хозяйства и показать кому-то, может быть, пример, что не стоит забрасывать, стоит вкладывать и развивать свое. Студенты активно занимаются и внеучебной деятельностью. С 2017 года существует студенческий отряд «Зверополис». У нас есть сейчас пять секторов обучения, в котором ребята могут получить практические навыки уже в ходе обучения. Это ветеринарные клиники города, мы сотрудничаем с шестью клиниками. Это сельскохозяйственные предприятия, агропромышленного комплекса, куда мы выезжаем на практические занятия, где помогаем ветеринарным врачам в хозяйстве. Глава республики подчеркнул, перед выпускниками академии открываются большие возможности. «Продукция, которая выращивается на территории Чувашской республики, она востребована. Почему? Потому что, ответственно могу сказать, земли сельскохозяйственного значения у нас практически не содержат никаких ни тяжелых металлов, экологически чистые материалы. И на этой земле реально производится экологически чистая, качественная продукция. Наша с вами задача не только закрыть потребности первых Российской Федерации, а вообще продукции продавать на экс.